Затем Натанович, день добрый. Здравствуйте. Ровно год мы вас не видели, наш канал финансовой грамотности, но сейчас, наверное, настал такой момент, что очень много событий. Я имею ввиду и Олимпиада, и встреча Трампа, Путина, вообще очень много. Вот именно на эти недели ближайшие. Я прав, нет? Ну, да. Такое какое-то лето очень активно. Я вот первый вопрос хотел спросить. Я не понял, это вот шутка ваша была в состальных сетях, что матч России и Испании куплен? Вы знаете, таких историй было несколько. Я в свое время провел пресс-конференцию, когда был депутатом в 99-м году и рассказал о взрыве домов, которые осуществляются в ФСБ. И получил я эту информацию от, в общем, от спецслужб тоже российских, которым не нравилось то, что делает ФСБ. ФСБ тогда пыталось контролировать все. Вот. И реакция была, ну, такая же. Этого не может быть. Как так? Борис Абрамович Березовский попросил встречу и долго мне объяснял, что это невозможно. Володя Гусинский говорил, что это очень непатриотично такие конспирологические теории создавать. Борис Немцов позвонил и сказал, что я сошел с ума. Прошло несколько месяцев, и все они начали повторять это. Никто, кстати, не извинился. Хотя произносили какие-то слова, ну, типа того, что я слышал вот по этому поводу, по поводу купленного матча. Понимаете, предполагать после Мельдоневой Олимпиады, что ничего не делается для того, чтобы российская сборная победила, или после того, как всем стало известно, что сам чемпионат куплен, просто какие-то огромные взятки были заплачены для того, чтобы он проходил в Москве. Ну, я не особенно и доказываю, я дал эту информацию, я ее получил, я ее транслировал. Таких случаев, ну, очень много было за мою историю, так сказать, политическую. Когда мы говорили о том, что вот сейчас начнется там агрессия против Украины, этого не может быть. Но это действительно маловероятно было, и это казалось абсурдом, невозможностью, а потом это произошло. И в девяносто девятом году, кстати, Путин сказал, что вот надо Борового послать разминировать заминированные дома, чтобы он там поумнее стал. А потом там и Борис Абрамович начал создавать материал, этот фильм «ФСБ взрывает Россию», Володя Гусинский, «Рязанский сахар» начал расследовать, и Борис Немцов изменил свою позицию. Ну, много. Это там раз в год такая ситуация, когда вытаскивается какая-то информация, отравление Литвиненко, я не знаю, Скрипалит, там взрыв Боинга. Ну, это абсурд же предполагать, что Путин дал указание. Ну, прошло некоторое время, это доказало и следствие. Так что я знаю, что эти случаи подкупа в футболе, они редкие, очень трудно доказываются. И это действительно преступление против болельщиков, это и уголовное преступление. Ну, вот такие данные были, почему их не передать? Вы даже дали сумму 75 миллионов, не рублей. А вот я теперь скажу, как в анекдоте, съест он съест, но кто ему даст? Мне кажется, что испанские гордые мужчины, они скорее умрут, чем сдадут матч за деньги. Вы знаете, это одна из установок пропагандистской кампании, что этого не может быть, потому что Испания, как страна, или король, там, ни за что бы не согласилась на это. И премьер-министр бы возражал. Понимаете, футбол это бизнес. И матчи согласованные, это довольно частое явление. И я, когда мне давали эту информацию, я предположил, что это стоить должно, там, миллиарды долларов. И мне сказали, да нет, это рабочая такая ситуация. Бизнес, понимаете, чистая цена, как мне рассказали, чистая цена составляла, там, 75 миллионов. Много посредники взяли, много, там, пришлось заплатить за то, чтобы не было расследования. Ну, вот, чистые деньги, да, 75 миллионов. А как вы рассматриваете вообще то, что наша команда двигается наверх в турнирной сетке? Это победа Путина? И вообще скандалов не так уж много с этим чемпионатом. Хотя нам и говорят, что был теракт с наездом на Илинке. Но, тем не менее, никаких терактов нету. Все спокойно. Ну, это элемент пропагандистской кампании. Необходимо, ну, так же, как в Сочи, в Мельдонево, это Олимпиада. Необходимо поправить имидж России, того же Путина сделать лидером, в стране которого проходят вот такие чемпионаты. Отвлечь граждан от каких-то насущных проблем, связанных с их жизнью. Отвлечь международную общественность от событий, которые, ну, должны были бы возмущать всех. И там война Украины, и война в Сирии, и там сбитый Боинг, и многое другое. То есть, все это выполняет свою пропагандистскую задачу. Да, эта игра, она ясная. А насколько она удается нашим властям? Ну, я думаю, удается. Такой ажиотаж, который возник автоматически. Он, конечно же, параллельно ведь идет, там, скажем, голодовка Олега Сенцова. Событие политическая голодовка. И очень может быть, что Олег умрет в результате, требуя освобождения, ну, как это иногда говорится, политзаключенных, а на самом деле пленных. Вот, мне кажется, это очень безнравственно, переключать внимание граждан на эти проблемы. И это наносит ущерб России, ее гражданам. Вот полтора года назад, когда была программа реновации в Москве объявлена, значит, наш глава города столкнулся с возмущением и потом включил пиар-компанию. А сегодня в ведомостях была статья о том, что решили наши власти усилить компанию по пенсионным делам, за повышение пенсионного возраста. Вы тоже не ожидали такого противодействия. Могут ли вот эти вот протесты пенсионные вырастить во что-то большее? Ну, мне кажется, что нет. Потому что противодействие оказывается действительно на очень высоком, таком пропагандистском уровне. Ну, заморочили голову гражданам совсем. Ну, и кроме того, власть, как это и принято во время пропагандистской кампании, она ничего не слышит и не хочет слышать никаких возражений, только позитивное, только утверждение. И, в общем, по сути же, ведь это не пенсионная реформа. По сути, это такое быстрое затыкание дыр, так же, как это сделалось с НДС. Если у Владимира Путина есть ресурс, столько голосов, почему бы этот ресурс не использовать на затыкание дыр? Так они думают, мне кажется. Я не думаю, что это ресурс большой, с количеством голосов. Люди ходят по магазинам, люди видят, как соотношение получаемых ими доходов, зарплат, пенсий соотносятся с ценами. И многие пенсионеры уже, там, некоторое время назад тратили все свои сбережения и пенсии на еду. А теперь уже этого не хватает. Достаточно сходить в магазин, вы увидите этих бабушек, которые считают мелочь. Ситуация усложняется все больше. И с этим связано, кстати, решение и о пенсионной реформе, и об НДС. Пенсия не индексируется. И нету каких-то таких глобальных основательных решений по поводу исправления экономической ситуации. Но даже Кудрин уже, Алексей Кудрин, говорит, что без решения политических проблем, решить проблемы экономические невозможно. Ну, зная немножко биографию Кудрина, мне сложно представить его в роли оппозиционера. Ну, Алексей Кудрин выступал на оппозиционных митингах. Вот партия Нечаева, которую создавал он и Андрей Нечаев. Правда, по согласованию с самим Путиным, это тоже попытка такая создать умеренную либеральную оппозицию Кремлю. Ну, не наносящую еще Кремлю. Да, ну это интересно, много точек зрения. Просто мы ездим брать интервью Гондмахера, соратника Кудрина. Я бы не сказал, что это оппозиция какая-то. Ну, системные либералы, это не политическая оппозиция. Это оппозиция такая практическая, концептуальная. Благодаря этой оппозиции Кремль сегодня выживает. В свое время неимоверными усилиями стоило вот этим системным либералам создать какие-то инструменты для того, чтобы у России были запасы. Сегодня еще все эти Глазевы продолжают предлагать разморозить все накопления и направить их на инвестиции. То есть разделить, распилить и разбежать. Ну, вот благодаря системным либералам все это еще живет. Этот режим жив. А как вы расцениваете перспективы? Потому что сейчас вышли данные свежие, что экономика сползла в рецессию. Есть ли какой-то выход? А нефть идет наверх? Это на фоне движения нефти наверх? Ну, нефть двигается то вверх, то вниз. Это все такие процессы разнонаправленные. Строить экономическую политику, вообще политику на стоимости нефти, это очень недальновидно. Завтра она может оказаться там и 6 долларов, и 15, и 20. А проблема сегодняшней России, это не работающая экономика, это основная проблема. Нету бизнеса, малого бизнеса. Бизнеса, который создает в любой другой стране 50% поступлений в бюджет. Этого нет. 80% рабочих мест, может быть, больше уже. Это фактически государственные рабочие места, в госкомпаниях, в госкорпорациях. А малый бизнес, независимый, конкурируемый бизнес, уже практически отсутствует в России. Такой госкапитализм или корпоративный капитализм. И это бесперспективная структура экономики, общества. Результат будет печальный. Да, я думаю, все, кто наш канал смотрит, отлично понимают, в чем проблема, только не понимают, как из этой проблемы выйти. Ну, мы уже с вами об этом говорили, выход из этой проблемы только экономическими инструментами невозможен. Нужны политические решения, нужно уходить из Крыма, нужно прекращать войну с Украиной, Сирией. Нужно прекращать противостояние с Западом, потому что Россия действительно скатывается в очень опасное состояние отсталости от западных технологий. То есть где-то вот в 90-е годы это отставание, как тогда говорили в Советском Союзе, отставание не на 50 лет, а навсегда. Оно исчезло, исчезло просто в течение нескольких лет, потому что Россия была подключена к современным технологиям. Россия в изоляции, Россия, в которой не производятся и не используются современные компьютерные технологии. Ну, можно себе представить, что будет, если банковские автоматы, которые по существу являются там, сама система кредитных карт, это западные технологии. Вот если это все исчезнет, как будет существовать Россия, ну, по всей видимости, это будет либо очень такое сонное расстояние умирающей, медленно умирающей экономики, или, что более опасно, это какие-то переходные процессы, связанные с гражданской войной, с дезинтеграцией страны, с отделением регионов, с локальными войнами, ну, чего очень не хотелось бы. Вот встреча Трампа и Путина. Вы совершенно правильно сказали, что Путин будет пытаться решить проблему изоляции. Вот, ну, это да, это игра такая очень на поверхности, но ведь еще есть конфронтация Трампа с Евросоюзом по таможенным вопросам, и охлаждение с Китаем, с Японием, опять, да? Вот как это все будет, какой клубок? Может быть, у Владимира Путина есть шанс разыграть это вот раздрай внутри? У Путина есть желание поиграть на вот этих противоречиях, и в эти противоречия вкладываются ресурсы, пропагандистская компания постоянно об этом говорит. Но это смешной, бессмысленный ход, смешная, бессмысленная политика. Европейцы и американцы решат свои проблемы. Это экономическая конкуренция. Это все равно, что там сейчас начать раскручивать конфликт между Пепси-Колой и Кока-Колой, рассчитывая на то, что будет нанесен существенно экономический урон Соединенным Штатам. Это политическая конкуренция, в результате которой, по всей видимости, будет обновлен Европейский Союз, Европа вообще. Будут сокращены вот эти социалистические элементы в политике, в экономической политике Европы, потому что полноценная конкуренция будет. Соединенные Штаты не хотят оплачивать не только безопасность европейского континента, европейских стран, но и вот эти экономические эксперименты, которые Европа правую вынуждена проводить. Объединенная Европа – это такой бюрократический механизм, который автоматически создает некоторые регуляторы, которые сокращают конкуренцию. Недавно я был в Испании, мне показывали кооператив, который производит кислое вино, и все, что он производит, уничтожает. Якобы под видом экспериментов над вином, там огромные баки, но это бюрократическая чиновничья игра сокращать какие-то производства до рынок, а не чиновники, которые одновременно вынуждены компенсировать отсутствие конкуренции. Вопрос по поводу Украины. Вот какое будущее Украины? Вы в интервью сказали, что на Кубани уже заговорили о том, что Кубани может войти в состав Украины. Ну не сейчас, там через десятки лет может быть. Вот я был на Кубани, в Ставрополе, я вообще таких людей не видел. Ну у нас там региональное отделение довольно сильное, люди там уже начали об этом говорить, понимая, что перспектив у современного устройства России очень мало. И пенсионеры, ну сокращение там пенсии, пенсионного обеспечения, сокращение рабочих мест, сокращение зарплат, подсказывает людям, что у России как страны, как экономической единицы нет будущего. Они начинают думать, фантазировать, им понятно, что Украина находится там может быть не в качественно лучшем состоянии, но во всяком случае там какие-то перспективы возможны. Сегодня перспектив для молодежи, скажем, в России, ну никаких. Ни социальных лифтов, ни рабочих мест. Люди начинают задуматься, то есть фактически выбор уезжать из страны или, ну, не очень благополучно жить. Вот, я не считаю, что в этом есть что-то удивительное, в том, что территории, которые когда-то были Украиной, начали, появились люди, задумавшиеся над тем, чтобы опять стать Украиной, потому что есть перспективы. Ну и там очень много, так сказать, культурного единства, очень близкие традиции. Язык, кстати говоря, они не на очень русском языке говорят, это больше на сурожек похоже. Но все-таки, мне кажется, таких людей там очень мало, очень мало. Вы знаете, очень мало людей в Советском Союзе, там, в 89-м году, это вот по результатам голосования о сохранении Советского Союза, которые выступали бы за дезинтеграцию Советского Союза, за отстранение Коммунистической партии от власти, ну, может быть, доли процентов. Однако в течение нескольких месяцев их стало почему-то большинство. Это вопрос, который может поменяться, мнение, которое может поменяться в часы, я уж не говорю, в месяц. До конца года какие вы ждете события, которые могут качнуться в маятниках политики кардинально? Ну, я думаю, сегодня очень многое зависит от возможности Путина, возможности Кремля договориться с Западом. Я очень рассчитываю, что благоразумие вернется за стены Кремля и станет возможным прекращение конфликта с Украиной, возвращение Крыма и, соответственно, снятие санкций, возвращение России в международную финансовую систему, в международную экономическую практику. Нам это необходимо. Сегодня погашение кредитов, кредитов вот этих крупных госкорпораций за счет, только за счет продажи энергоресурсов, а это единственный ресурс, источник существования России, ну, глобально. Значит, это уже серьезная проблема, если Россия не решит эту проблему, если не возвратится на международные финансовые рынки, ну и экономические рынки. Если будет продолжать упорствовать, скажем, вот в этом противостоянии с Западом, с оккупацией, это все может закончиться эмбарго. Есть такое слово. Значит, в свое время Иран очень настаивал на своих позициях по разработке ядерного оружия, ядерных технологий. И это закончилось эмбарго, и Ирану разрешали продавать только часть той нефти, которую он производил, и газа. Вот. Может, Россия пойти по этому пути, но в этом случае приближается момент, когда эта власть будет, ну, просто отстранена народом уже, желающим выживать. Уже не желающим там поддержать какую-то концепцию идеологическую, политическую, а желающим просто выжить физически. Становятся реальными события, которые называют сейчас дезинтеграцией, возможной дезинтеграцией России. Ну, это негативный сценарий. Давайте будем оптимистами, давайте рассчитывать на то, что в Кремле возобладает благоразумие, и вот это поведение руководства России опасное для них самих и для страны. Оно прекратится. Ну, можно предполагать там военные конфликты. Понимаете? Можно предполагать страшные сценарии гражданской войны, и что-то еще, чего-то еще. Ну, вот будем рассчитывать, что здравомыслие вернется в Кремль, и мы будем ездить в Крым и вкладывать туда какие-то инвестиции уже в украинский Крым, и дружеские отношения с украинцами вернутся, превратятся в норму. Спасибо большое за интересное интервью.